Продолжение следует... 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 Оно обладает изысканным вкусом с нотами ежевики, дикой вишни, сливы и корицы. Надо будет попробовать. А, чтоб тебе не покрыть! Да, хотя он давно уже пересох. Когда господин Балюс устраивал здесь шумные пиршества, колодец наполняли вином. Рассказывают, что некогда один из гостей, впервые посетивший этот дом и незнакомый с обычаями, решил броситься в колодец из-за неразделенной любви. Пир уже близился к концу, колодец почти опустел. Незадачливый самоубийца прыгнул в колодец, но не убился, а лишь переломал себе ноги и стал пить вино, чтобы заглушить боль. Упился до смерти? Что вы! Наутро, когда его нашли, он решил, что стал свидетелем двойного чуда. Вода превратилась в вино, а сам он выжил. После этого он удалился в монастырь в Драконьих Горах и начал проповедовать мудрость пророка Лебеды. Нина, жена господина Балюса, устроила здесь сад. Ах, какое прекрасное место было! А теперь слегка запущенное. Согласен. Однако же ничто не мешает восстановить его былую красоту и вновь посеять травы и иные растения. Госпожа Нина сажала здесь мелкие нежные цветы и травы. Их аромат, можно сказать, еще витает в воздухе. А ты сентиментален, Варнава Базиль. Днярство наше небольшое. А вы встречали кого-то, кто о наших видах растет? Очень ты мне понравился. Все ведьмаки настоящие. В особо урожайные годы в этом месте был дополнительный погреб Лебеды. Если приложить немного труда, получится неплохое стойло для плотвы. Княжество наше небольшое. А вы встречали кого-то, кто о наших... Здесь находится винный погреб. Во времена господина Балюса тут хранилось вино, а при бароне Росцели еще и оливки. Я позволил себе немного прибрать беспорядок, который... Который я устроил, когда дрался с Бруксой? Спасибо, Варнава Базиль. Очень признателен. Нетрудно заметить, что фасад, скажем так, слегка неопрятен. Но нельзя отказать ему в определенном неуловимом южном очаровании. Это точно. Но немного неуловимо очаровательной краски ему не помешает. И вот мы внутри. Налево хозяйская опочивальня, направо столовая и кухня. Наверху гостевая комната, которая в настоящий момент используется как кладовая. Неплохая идея. Пока что меблировка дома скудна, но я надеюсь, что общими усилиями нам удастся изменить все к лучшему. Если, скажем, повесить здесь несколько картин, это придаст интерьеру совершенно иной характер. Теперь ваша милость знает, как все выглядит. Корва Бьянко – прекрасное имение. Хотя, к сожалению, годы не прошли для него бесследно. Если, простите мне мою смелость, если вашей милости будет угодно вложить некоторую сумму в ремонт и отделку, я всегда готов служить советом. Охотно воспользуюсь твоим предложением. Когда решусь на ремонт, обращусь к тебе. Ты говорил, здесь можно что-то отремонтировать. О, определенно. Вопрос лишь в том, с чего ваша милость желает начать. Раз уж у меня такое обширное подворье, нельзя ли его как-нибудь использовать? О, да, да, разумеется. Принимая во внимание ремесло вашей милости, было бы уместно установить тут точильный камень и верстак. Для начала. Мне иногда нужно реманить адмираларом. Хорошо. Сей же чат. При моем ремесло... Разумеется. Так он... Разумеется. Чем еще... Я вот тут думаю... Если позволить... Мало того, что резиденция совершенно преобразилась, мы к тому же нашли место для выставки доспехов и оружия из личной коллеги. В общем, все в твоих руках. Пусть тут все сияет. Я не... Что... Ты знаешь, я... Привели... Спасибо. Привели... Продолжение следует... 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 Как ты думаешь, Базиль? Как пожелает ваша милость. Хотите осмотреть дом или подворье? Что-то меня затянул этот ремонт. Блестяще. Видишь ли, иногда... О! Хорошая мысль. Это желание. Платон? О! Латвазов. Я не ме... Чем еще, ма... Есть. Конечно. Я вот... Прекрасно. Хорошо. Без всяких. Что-нибудь еще. Мне... Я знаю. Ладно, за как... Сию минуту. Что-нибудь еще. На путь. Совершенно. Да, само... Завтра... Что-нибудь еще. Я тут думал... О! Э... Да, чем... Сразу... Что-нибудь еще. Пока все. Субтитры создавал DimaTorzok Как идут ремонты... Я с радостью... Прошу про... Почему бы нет? При уборке перед ремонтом я обнаружил бутылку сепремента урожа... И тогда он ринулся в толпу с горящим букетом в руке. Все решили, что это часть представления и только смеялись. Даже когда вспыхнули декорации. Похоже, Балю с Ниной устраивали тут балы по-высшему раз... Так оно и... А скажи... В дан... А... Правда... Холера... Спина-то как болит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу следовать за мной. Прошу... К услугам вашей милости. Спасибо. Княжство наше небольшое. А вы встречали кого-то, кто о наших винах неслал? А сейчас я песенку спою. О! Субтитры создавал DimaTorzok Watching tablet Субтитры создавал DimaTorzok Если муж какой не пьет, его баба дома. Ведьмак, нам надо срочно поговорить. А как твоя рана? А как твоя рана? Я угадаю. Она вдруг стала отстраненной и высокомерной, хотя прошлой ночью была игрива и полна очарования. Вот ты шутишь, а здесь дело серьезное. Хотя не отрицаю, упомянутая дама очень близка моему сердцу. Боюсь, она пала жертвой злых чар, и нет никого, кто бы мог ей помочь. С чего ты взял, что речь идет о проклятии? Сохрани, пожалуйста, в тайне все, что я расскажу. Я бы не был так откровенен, но я очень за нее беспокоюсь. Вивиэнна избегает людей. Прекраснейшая из дев. Она держит мужчин на расстоянии, поэтому я и решил прибегнуть к хитрости. А разве хитрость достойна рыцаря? На войне, да. А что есть любовь, если не война? Так что однажды вечером я притаился у дома ее швей. А когда Вивиэнна выходила, я наткнулся на нее будто бы случайно и любезно, но настойчиво предложил проводить ее до дому. Она позволила, и сперва все шло хорошо. Она согласилась возвращаться более долгим, но живописным путем, и в конце даже начала отвечать на мои попытки завязать разговор. Как вдруг... Как вдруг с ее уст сорвался наистраннейший писк. Я застыл, как вкопанный, а она густо покраснела и бросилась на утек. В тот раз я не стал ее преследовать. Но я пробовал вновь к ней приблизиться, желая узнать, что происходит. Я боялся, что она угодила в какие-то неприятности. И я заметил, что ночью она часто уходит в лес и гуляет на поляне недалеко от зеркального пруда. Иногда я пытался идти за ней, но каждый раз терял ее из виду. Она словно растворялась в воздухе. Расскажи побольше о Вивиэне. Кто она такая? Она фрейлина при дворе ее милости Анны Генриетты. Ее мать тоже была фрейлиной, а отец рыцарем. Только это мне и удалось узнать. Княгиня злится, когда я о ней расспрашиваю. Вивиэна все время проводит в стенах дворца. Но нам повезло. Ее нарекли покровительницей турнира этого года. И каждый участник сможет получить у нее аудиенцию. Только вот я в турнире не участвую. Я уже все обдумал. Ты займешь мое место, и у тебя будет шанс с ней поговорить. Я так мечтал выиграть на этом турнире, но ради Вивиэны я готов пожертвовать чем угодно. Как вообще происходит этот турнир? Это самое большое событие в году. Сюда съехались рыцари со всего света, чтобы сразиться за величайшую награду и за славу. Будут состязания всадников, соревнования стрелков и бои пеших воинов. Я впервые прошел отбор и очень надеялся победить. Но... Да, я понял. Все ради Вивиэны. Задание необычное. Не каждый день я участвую в турнирах, чтобы выполнить заказ. Так что и возьму я немало. Я не слишком богат, но хотел бы вознаградить тебя по справедливости. Сколько ты потребуешь? Друзья наверняка согласятся дать мне взаймы. Друзья наверняка согласятся дать... Друзья наверняка... Друзья наверняка... Друзья наверняка согласятся дать... Согласен. Столько я собрать сумею. Хорошо, я... Займусь этим делом. Звучит интересно. Я твой должник до гробовой доски. Теперь убедимся, что ты не вылетишь из турнира, не встретив Вивиэнму. То есть? Не мог бы ты показать мне, как ты стреляешь, ездишь верхом и фехтуешь. Потом ты должен узнать правила и научиться их соблюдать. Разумеется, я верю в твои таланты. Но даже ведьмакам нужно упражняться. И потом состязания на турнире требуют иных умений, чем те, что обычно нужны тебе. Скачки так вообще ни с чем не сравнить. Так с чего начнем? Можем начать со... со стрельбы. Пойдем со мной. В состязаниях стрелков ты соревнуешься с другим участником на очки и на время. Побеждает тот, кто первым поразит все свои цели. Надеюсь, я целюсь не хуже того Купидона, что подстрелил тебя. Не понимаю, о чем. Бей в красное! Еще раз? Хватит с меня стрельбы. Куда теперь? Если хочешь знать мое мнение, я бы на твоем месте прежде всего занялся верховой ездой. Займемся верховой ездой. Плотва будет рада. Хорошо. Пойдем со мной. Заезды на турнире отличаются от обычных скачек. Здесь у тебя не будет никаких соперников. С кем тогда соревноваться? Это бой с самим временем. На состязаниях маршрут начинается на арене, затем идет на поля и обратно на арену. А учебный маршрут для рыцарей здесь, за ареной. Туда мы и пойдем. Все готово. Теперь послушай, потому что это действительно сложно. На маршруте расставлены куклы и щиты. Куклы ты можешь рубить мечом, а по щитам надо стрелять. Тогда тебе будет начислено дополнительное время. Звучит это, может, и не сложно, но поверь мне, многие рыцари проиграли в этом состязании и ушли с позором. Во время настоящего заезда твои очки будут подсчитывать судьи, но пока езжай спокойно. Нах! Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, хватит? Или желаешь проехать еще раз? Хватит. Не хочу загнать лошадь до начала состязаний. Куда теперь? Ну что ж, давай. С удовольствием разомнусь. Замечательно. Это будет пеший бой один на один. Каждый здесь упражняется на свой лад. Например, Рейнфарн сражается алебардой. Пойдем со мной. Ты будешь драться в дружине вместе с другими рыцарями. Такие стычки имитируют настоящее сражение. В конце ты проведешь поединок, который определит твое место. Я всегда так любил поединки. Но теперь думаю только о Вивиене. В общем, хорошо вышло, что ты меня заменишь. Чувствую, сейчас я не смог подсобраться. Стань посреди учебного поля. Кто-то из рыцарей тебя вызовет. Клянусь честью, это ведьмак, который спасет нас от беды. Ведьмак, будь рассудителен. Клянусь честью, позволь скрестить с тобой мечи. Хватит с меня этой работы. И как вы, блядь, не научитесь? Вперед, без устали! Хочешь еще поупражняться в бою? Пожалуй, позанимаюсь еще. Я чаще имею дело с чудовищами, чем с рыцарями. Ведьмак, будь рассудителен. Рыцарский кодекс велит непрестанно совершенствоваться. Умри, пёс! Без жалости! Что, драться расхотелось? Я подозревал, что у тебя получится, но чтобы так? Хватит с меня. Прости за прямоту, но самый простой ведьмачий заказ требует больше умения, чем такой бой. Теперь иди в шатер, где записывают участников. Слава славой, но... Вернулся рыцарь бравый, и с войны с лихой забавой, а дамы, что неново ушли. Хитрость пришла на смену чести, а мудрость лишила... Приветствую, хочу заявиться на турнир. Разумеется. Сперва уладим формальности. По просьбе Гильома я исследовал историю твоего рода с точки зрения Геральдики. И какой ты получил результат? Ты можешь выступить на турнире, как Геральт из Ривии. Вот так сюрприз. Либо как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого. Не часто мы встречаем участника с двумя гербами. Какой ты выберешь? Меня зовут Геральт, я не стану выступать под псевдонимом. Теперь можешь взять щит со своим гербом. Я ведьмак. Ведьмаки никогда не дерутся со щитом. Разве я предлагал использовать его в бою? Щит — знак участника турнира. Можешь просто взять его на память. В таком случае, спасибо. Кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания, награды и торжественную присягу? Если нет, позволь, я все расскажу. Гильом упоминал о состязаниях, но я хотел бы разобраться с ними получше. Какая похвальная тяга к знаниям. Есть три вида испытаний. Стрельба, где ты состязаешься с противником. Затем верховая езда на время. Точные выстрелы в щиты и удары по манекенам дадут тебе дополнительное время по завершении маршрута. В конце тебя ждет командный бой на арене, а в финале по окончании... Удобно. Не скрой, меня очень интересует вопрос награды. Победитель каждого состязания получает трофей. Победитель всех соревнований выйдет на бой с победителем прошлого года за славу и высшую награду турнира. Тот, кто одолеет прошлогоднего чемпиона, получит главную награду. Меч, который выкует специально для победителя сам Корнелий из Осенгарда. Мне кажется, о рыцарских турнирах я уже знаю все, что мне было нужно. Великолепно. Чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться? Клянусь цаплей, что буду состязаться, уважая рыцарские добродетели. Да помогут тебе боги в твоем выборе. Прошу, подпиши вот здесь и заполни эти документы. С моей стороны, это все. Заменив на турнире Гильома, ты получаешь турнирные доспехи. Да, блеск. На время турнира ты также получишь шатер. Он находится рядом с ареной. Душеные железы, дряги! Собачьи носы! Русские лаваны! Может в этом загадать? Геры! Шутки в сторону, я тут работаю. Тоже будешь биться? Еще бы. Сейчас буду стрелять против Райанфарна из Аттера. Видел его минуту назад. Страшно занят. Набивает себе нос фиштехом. Вроде как, чтоб сосредоточиться. Это, наверное, не по правилам. Кто не львгардцу запретит? Послушай, хочу тебе кое-что сказать. На состязании в стрельбе, в твоей поединке попадает на такое луне, что солнце будет светить в глаза. Да мне без разницы. Ну, приятного в этом мало. Раз уж тебе все равно ждать, сыграй со мной в бинт. Выиграешь, я с тобой поменяюсь. Я. Я не отказываюсь от... Это ведьмак, который спасет нас от беды. Так. Я не знаю. Я не знаю. Выиграешь, я с тобой поменяю. Я не знаю. 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 Продолжение следует... 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 Он выбирает своей целью только голубые щиты Против него новый участник, неизвестный прежде... Рыцарь Геральт из Ривии Поприветствуйте нас! И его целью будут только красные щиты! Пусть победит лучший! Продолжение следует... Половину всех целей ведьмак убирает сторонникам... Суждено ли ему выиграть? Или терпеть поражение, как многие? Геральт из Ривии вдруг выходит вперед! Мои любимые... Геральт из Ривии... Геральтам в пух и прах разгромлен противник! Повержен, будто бы он грешник богопротивный! Вот награды, Рыцарь... Арбалет с твоим гербом... Поздравляю! Благодарю, госпожа! У меня сильно дрожит медальон, а это означает одно... Магию! Боюсь, мое объяснение тебя разочарует... Все дело в духах... Их делала для меня моя чародейка... Проиграть такому противнику, как ты... В каком-то смысле... Тоже победа! Прими мои поздравления! Благодарю! Хорошая работа! Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена! Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивиене лежит какое-то проклятие! Я почувствовал это, когда она открывала турнир! Значит, не будем терять времени! Да! Да! Вот ее шатер! Загляни внутрь, а если кто-то подойдет, я заухаю собой! Явные следы когтей, не зная, кто это ставил, но кто-то очень крупный! Ох, Вивиен! Баночка маскирующей мази... Здесь очень сильная магия! Два сосца твои как... Одежда исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только Йен помешана на цветах. Перо и Волги. Вивиена держит птицам... А изминская соль. Разбороксы питают слабостью птицам. Кто-то идет! Быстрее! Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идем скорее на турнир. Второй этап уже начинается. Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Что вы там делали? Храбрые рыцари! Благородные дамы! К нам прибыл цвет рыцарства лучший самый! Из дальних краев все с великой охотой! Прибывают потешить себя благородной работой! Проверим же, все ли участники с нами! Их имена воспевать мы готовы годами! Пальмерин, барон Лонфаля! Линас из Митины! Райнфарн из Сатре! Хор Макерспарн из Мерта! Данимир из Труа! Ги де Буа Фресне! Рыцарь-княгиня Нориэнте! Дельвин из Крижо! Граф Талис из Дорн-Дар! Анси, принц Лирии и Ривии! Геральд из Ривии! Бурные аплодисменты Грегуару де Гаргон! Славный молчащий рыцарь, чемпион прошлого года! Победитель этого года, дабы подтвердить свой триумф, сойдется в яростной схватке с рыцарем Грегуаром! Чьё-то невежество требует, чтобы я комментарий оставил. Вижу, придется напомнить вам суть наших правил. Как ты смеешь участвовать в турнире для благородных рыцарей? Моя мать, королева Лирии и Ривии Мэва, произвела тебя в рыцаре, а ты бежал из ее войска через несколько дней. Твое участие в этом турнире оскорбляет меня! А твое оскорбляет всякий хороший вкус. Если ты уже закончил, отойди, принц. Вот королева турнира Зивиэнна, что вдохновит вас на бой непременно! Привет вам, доблестные рыцари! Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести, мужества и славы. Прими пожелания счастья, рыцарь, и сосредоточь все свои силы на турнире. И только мне. Ваш час настал. Пришпорьте скапуна, но чтоб вперед пробиться, удача вам нужна. Благородные дамы и их кавалеры! Туча всадников резвых, ретивых без меры, обгоняя друг друга, пред нами славный Геральт промчится во везду. И с грохотом копыть пошел! Бегом пришел! Как смерть! Как гром! КОНЕЦ! Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Истинное воплощение рыцарских добродетелей Поэтому я приглашаю всех участников турнира на устроенный в вашу честь праздник Если же кто из вас захочет уединения, для каждого приготовлен шатер Завтра состоится общая битва, во время которой каждый сможет покрыть себя славой Лучшему из вас выпадет честь сойтись в поединке с чемпионом Со славным Грагуаром Дагаргон, победителем прошлогоднего турнира Веселитесь на славу, но помните об испытании, что ждет вас завтра Иди за ней Встретимся в твоем шатре перед испытанием Помоги ей Странно, я был уверен, что она здесь Просто растаяла в воздухе И это птица Брукса Улетает Попробую пойти за ней Похоже, птица куда-то меня ведет Чтобы не проехать Идёт Попробую птицу Пробую птицу Опять Идёт Пробую птицу Производ Продолжение следует... 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 Уже пора. Выходите на арену. Есть ли у вас какие-то пожелания или слова, что следует передать родным, если вас серьезно радует? Спасибо, обойдусь. Это Геральт-Ведьмак. Он из Ривии. Уже на вытоптанную землю выходит гигант славный. Это Грегуар де Горгон, герой и победитель дар. Желаю счастья обоим соперникам. Два гиганта стоят из-под лобья, как волки взирая. Кто же выдержит это? А кто побежит словно зай? Дамы и господа, наш победитель и чемпион. Не имеющий в себе равных, не мой герой Грегуар де Горгон. А теперь несколько слов от одного из наших спонсов. Минодельник Дуфо. Пей Дуфо для крепости гостей. Вино столовое, вкусное, здоровое. Геральт из Ривии. Победитель турнира этого года. Победил Грегуар де Горгон. Это невероятно. Вива Геральт! Геральт! Как покровительница турнира, я имею честь наградить победителя. Он поклялся цапкой. И серьезность присяги, возложенная на крылья этой благородной птицы, помогла ему одержать блестящую победу. Он отличился большой отвагой, силой и спокойствием. Сражался по-рыцарски, с честью. Поэтому, ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года. Нужно поговорить. Мы сейчас, позже, мы можем. У меня еще остались обязанности, и у тебя тоже. На тебя с вами поможем. Здравствуй, госпожа. Ты решилась? Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности, а потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо Иволги, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Да, но у твоего шатра вдруг выросли уши. Покажись, Гильон. Я слышу, как ты дышишь. Я знаю, что это ты. Что ты тут делаешь, рыцарь? Это личный разговор. Геральт, что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? Ничего я не замышляю. Это он меня нанял, но дело касается тебя, а не его. В любом случае, я его не приглашал. Я очень удивился, что он пришел. Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа. Я к твоим услугам. Я сделаю все, что ты пожелаешь. И что, это все? Все, что ты можешь сказать? Ну, собственно, да. Так сделаешь все, что пожелаю. Хорошо же. Слушай, ты выйдешь сейчас из этого шатра, развернешься к северным рубежам княжества и будешь бежать, пока турнирные поля не скроются из виду. Вернешься ты лишь тогда, когда остынешь и навсегда оставишь меня в покое. Ты понял? Госпожа, но... Твое несчастье... Я хотел... Потому как ведьмак... Прочь! Сейчас же! Ты говорил, что я могу тебе доверять. Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал. Он тебя нанял. Ты должен был отчитаться перед ним. Но это не его дело, Геральт. Это моя жизнь. Ты уверена, что поступила верно? Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведем ритуала с отражением в воде. Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твое проклятие. Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт. На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия восторженных рыцарей. Я бы хотела воспользоваться им. Надо поискать птичье яйцо. Лучше всего яйцо Иволги. Ритуал сам по себе не сложен, но я тебе говорил, какие будут последствия. Ты все еще хочешь этого? Да. Я видела гнездо на лужайке, где мы разговаривали. Но прежде чем мы пойдем, скажи, что станет с птенцом? Нам придется разбить яйцо. Не всех ждет счастливый конец, ты сама говорила. А исполнение мечты требует жертв. Я знаю. Хорошо. Пойдем. Мы пришли. гнездо нашла пантера отойди этим займусь яйца упали на мох с ними все хорошо но одно треснуло оно годится вполне что мне делать для порядка спрошу еще раз ты точно хочешь это сделать если все удастся изменения будут необратимы и вероятно тебя останется лет семь жизней и больше семь лет без страха что кто-то увидит меня в неподходящий момент без клима выродка и чудовище семь лет настоящей жизни да я я точно хочу хорошо соберись держи яйцо и повтори за мной мунна генды храу мунна финнерат муанна генды храу муанна финнерат муанна генды храу муанна финнерат Геральт, смотри, смотри! Боги, я смогу ходить на балы. Я поеду в Актинфурт или даже в Новиград. Спасибо, ведьмак! Благодари, Илью. Это он меня нанял, чтобы тебе помочь. Да, ему я тоже благодарна. Ты передашь ему, хорошо? Может, лучше ты сама это ему скажешь? Может, и лучше. Но мне бы не хотелось. Пожалуйста, передай ему мою благодарность. Хорошо, я передал. Прощай, Вильяна. 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 Куда прёшь? Любовь моя, клянусь, я выиграю турнир с твоим именем на устах. Геральт, что с Вивиенной? Я снял проклятие. Правда? Теперь всё будет хорошо? Она поправится? Она просила передать тебе спасибо. Благодаря тебе она может жить нормальной жизнью. Хорошо, но что с ней? Способ, который она выбрала, подействовал. Но может оказаться, что ей осталось несколько лет жизни, около семи. Хотя я могу ошибаться. Лучше бы ты ошибся. Ты меня подвёл. Я тебе доверился, а ты... Это было решение Вивиены. Пожалуйста, не вини меня за него. Как любит говорить мой знакомый поэт, если кого ты любишь, позволь ему улететь. Знаешь что, Геральт? Вот, возьми плану, ты её заслужил. Оставь свои советы при себе. Прощай. Удачи на охоте, ведьма. Удачи на охоте, ведьма. Удачи на охоте, ведьма. Что на призыв досточтимой княгини, ты прибыл. Субтитры делал D What Play by the Довольно. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. красивая мелодия все получится должно получиться явные следы пилы на хирургически точно и засохшим пятнышко крови спокойно режима спокойно скоро ты будешь целыми все получится плачок плаща сильно надушенный деколоном этот запах должен привести к вору и 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 Запах ведет к этой двери. Прошу прощения, я помешал. Все не так, как кажется. Слово чести, я только оступился, запнулся и вот упал, а она там уже лежала. Жюс, это не он. Я клянусь, это просто неудачные стечения обстоя... Что? Это не мой муж. То есть, это не твой муж? Вы кто такой? И что вы делаете в моем доме? Убирайтесь, не то я гвардию позову. Повежливей, дед, я хочу с тобой поговорить. Вы, мне кажется, нам не о чем разговаривать. Да есть, есть о чем. Должен признать, ты в замечательной форме для своего возраста. Здоровое питание и стаканчик вина по утрам прекрасно сохраняют. Интересно, а ты слышал когда-нибудь про статую Рижинальда Де Абре? В этом городе каждый о нем слышал. Он же национальный герой. Не Юли, ты украл яйца Рижинальда. Я в этом совершенно уверен. Я... Я сейчас все объясню. Это... Розалинда, я знаю, что ты там. И ты и твой хохаль. О нет, еще и он. Сегодня, правда, не мой день. Попался, паршивец! Выходи на бой! А где? Ой, что ж тут делается? Розалинда, одного бы я тебя просил, но двоих за раз. Погоди, погоди, я здесь ни при чем. Думаешь, я такой наивный? Вот я тебя дучу лезть к чужим женам. Мне сейчас не до того. Иди, иди домой. Да, так будет лучше. Я уже ушел. Не знаю, кто вы, но без вас для меня все закончилось бы прескверно. Благодарю за спасение. Ага, так, надо поговорить. Розалинда, любимая, ты нам позволишь? Ну ладно, признаюсь, я украл эти яйца. И вы не поверите, но они и правда действуют. Ах, мы с Розалиндой сегодня уже три раза. Три раза? Впечатляет. А то как же в моем-то возрасте? За день больше, чем за прошлые десять лет. И все-таки ты украл эти яйца и должен их вернуть. Послушайте, может, мы договоримся, а? Оставьте мне яйца, а я вам заплачу. Не заставляйте себя упрашивать. С ними я снова молод. Речи быть не может. Я должен забрать эти яйца. А если я оставлю их себе еще на денек или на два? Ну или на три, не больше, а? Ничего не будет, прости. В общем, хорошо, хоть я вообще смог ими воспользоваться. Вот, забирайте. Спасибо и удачи. Я думаю, ты и без них неплохо справишься. И как? Нашел ты причиндала, Режинальда. Ага, и вернул их. Ущипни меня, пророк Лебеда. Это и правда они. Надеюсь, эта скромная награда все-таки выразит всю мою признательность. Забегай завтра на торжественное открытие и погладь Режинальда. Абсолютно бесплатно. Я плачу. Абсолютно бесплатно. Сударь-ведьма. Ну что, сразишься с тихим омутом? Давай уже, давай! Вызывай у тебя на поединок. Благородный... Да. Глава. Глава. Режинальда. Панадал. Значит, поединок. ДАМЫ И ГОСПОДА Победил в схватке неустрашимого тихого омута. Что это был за бой? Рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо. Сильный у тебя удар. Точный. Поздравляю. Спасибо. Хочешь еще что-нибудь добавить? Про то, что я женщина? А зачем? Тринадцатый век на дворе. Теперь даже трактирщицы никого не удивляют. И не будешь говорить, что драться с бабой не по чести? Так говорят только те, кто боится проиграть женщине. Теперь проведи бой с колоссом и со шваброй, а потом можешь сразиться с самим мастером. Колосса ты найдешь на самый большой площадке. Многою ср queцей. Бум. И коттарь. У меня тоже есть слам. Во, накоенки. Значит, ведьмака надо было вызывать. А рыцари-то на что я вас спрашиваю? А тут же товаров не найдешь. Пойдем, Тусенти. Привет. Покажите. 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 Продолжение следует... 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 Беловолосый, эй ты с гиббинными волосами! Беловолосый! Меня зовут Геральт. Что тебе нужно? Эти твои волосы, этот шрам, это выражение... Ты хочешь от меня чего-то определенного или просто восхищаешься моей красотой? Восхищаюсь. Восхищаюсь и жажду. Ты такой грозный, такой мужественный. Если ты пытаешься уговорить меня на свидание вечером, ничего из этого не выйдет. Вечером? Невозможно. Для портрета необходим дневной свет. Портрета? А как иначе? Твой портрет-анфас в полный рост, на фоне лучшего пейзажа во всем Тусенте. Попозируй мне. Само собой, за работу ты получишь достойную плату. Ладно, но времени у меня немного. Абсолютно, абсолютно. Мы лишь прогуляемся немного. На холмы, за городом. Идеальный пиз... Ну, двинулись. Я только за... Встретимся, ок... Приветствую в банке Чан Фанелли. И здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных. Чем могу служить? У вас открыт мой счет. Я хотел снять с него деньги. Конечно. Ваше имя? Геральт из Ривии. Минуточку. Мне нужно заглянуть в бумаги. Ничем не смогу вам помочь. Чрезвычайные обстоятельства, понимаете? Владелец счета официально числится умершим. Как видите, это уже не актуально. Должно быть, произошла ошибка. Чтобы восстановить доступ к вашему счету, нужна справочка А38. Обратитесь в первое окно за сопутствующей информацией. Ну ладно. Где это? Кошка, дорогая. А38. Приветствую в банке Чан Фанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? Я хотел бы вновь открыть банковский счет. Мне нужна справка А38. Это не тут. Что значит не тут? Мне сказали, что здесь мне дадут справку А38. Вы не нервничайте, а то у вас сосудик лопнет. Тогда скажите, куда идти за этой бумажкой. Может, наверху в секретариате. Или внизу в архиве. Придется поспрашивать. Будем спрашивать. Чего угодно. Наш банк. Гордость Баклера. Все в порядке? Вам чего? Тут люди работают. Мне нужна справка А38. Могу я у вас попросить такую? Ты глянь, уважаемый. У меня как раз кончились. Погодите. Правда? Да где там? Правду сказать у меня никогда ничего такого и не было. Тут архив. А если бы я, скажем, предложил небольшое подношение в пользу одного работника? Взятка? Ты, уважаемый, что тут? Я же, правда, ничем не могу. Тут архив. Я больше не буду. Да, да, все. А как будешь наверху, уважаемый, так и скажи им, чтобы мне не присылали, кого попало со всяческой глупостью. Черт бы побрал эту бюрократию. Да, в чем дело? Приветствую в банке Чан Фанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных, а клиент всегда прав. Чем могу служить? Я могу здесь получить справку А-38? Конечно, разумеется. Форму 202, пожалуйста. Форма 202? Что еще за бред? Милостивый государь, это не бред, а необходимая формальность. Справку А-38 я могу выдать единственно по предъявлению формы 202 на основании распоряжения номер 60. Прошу, пройдите к окну номер 1. Так я только оттуда пришел. Неважно. Я сейчас вернусь с формой 202. О, это уж слишком. Куда вы лезете? Куда вы передо мной лезете без очереди? Какое мне дело до твоей очереди? Что за хамство? Я этого не потерплю. Сейчас я тебя научу к культурному обращению. Попробуй только. Эй, господа! Хотите поскандалить? Милости прошу наружу. Пойдем, выйдем! Пойдем, выйдем! Девушки отдыхают. Хам и бытло! Сейчас я дам тебе урок смирения. А этот ведьмак хамствовал? Вас тут не стояло! Все кончилось. И ты шла, значит, в этом и заехала? Нет, куда она еще пошла? Запах только для волос. Можно пройти по нему. Там уже одни варвары. Это запретал, парень. Един да положь. Все в порядке? Интересно, откуда у нее столько денег? Так, могу я чем-нибудь помочь? И представляешь, дорогая, она утверждает, что вновь... Прошу прощения, мне кое-что нужно решить в окне номер один. Да что ты говоришь? Я вот тоже сомневаюсь, потому что... Простите! Вы не видите, что тут написано? Перерыв сейчас. Селина, дорогая, подпиши мне вот здесь. А это вы? У меня тут такое дело. Перерыв у нас. Говорят же, как человеку. Нет, не понимает. Похоже, у меня нет выбора. Придется ждать, пока кончится перерыв. Придется подождать. У них перерыв. А вы, мой друг, что пытаетесь раздобыть? Справку А-38. Хотя сейчас уже кажется форму 202. Форму 202? Легче легкого. Попробовали бы вы, мой друг, достать сертификат П. Раз уж мы все равно здесь ждем, может, партиечку в гвинт? Почему бы и нет? Вот это я пони... decade. Попробовали бы вы, мой друг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА